Лето традиционно проходит под знаком заботы о детях. Информация о центрах досуга, местах отдыха и содержательных мероприятиях выходит на первый план. Каждое культурное учреждение предлагает что-то новое и интересное на летние каникулы. В музее «Панораме Сталинградской битвы» проходит выставка «Ростом свинтовку», посвященная детям-участникам Великой Отечественной войны. О том, как и чем жили малолетние солдаты почти 80 лет назад в материале Татьяны Крючковой. Обычная судьба мальчишки военного времени Сергея Олешкова сегодня воспринимается как художественное произведение или сказка о чудесном спасении. А между тем это настоящая, подлинная история. На его глазах фашисты расстреляли всю семью. Испуганный он убежал в лес. Не умер там от истощения, лишь случайно его обнаружили наши разведчики и оставили в полку. Было ему тогда всего 6 лет. Он прошел весь Сталинград, а ближе к концу войны был направлен в Суворовское училище. Не раз потом бывал в нашем городе. Вот и сейчас он с нами, но на выставке со своими сверстниками. На выставке показаны дети, на которых были собраны именно документы научные. Такие мальчишки, вот 12, 13, 14 лет, они рвались на фронт. Особенно в Сталинграде. И это часто использовала 13-я гвардейская, 138-я полковника Людникова, которые высаживались с того берега сюда. И не у всех были такие подробные карты Сталинграда. Были поквартальные. А что в квартале? Где? Как? Ребята ориентировались в городе. И поэтому они прибивались к нашим частям. Выставка открывает много интересных фактов из биографии юных героев. Документы свидетельствуют, что в некоторых литературных произведениях персонажи были вымышленными, а образы собирательными. Тематически выставка объединила три раздела. Сыны полков, партизаны-разведчики, подростки, участники сражений и девочки-санитарки медсанбатов и госпиталей. Откроется и четвертый раздел о детях тыла, которые работали на заводах и в полях. Интерес к экспозиции необычайно высок. Здесь вот как раз мальчишки, девчонки в кубаночках. То есть вот как раз интересно узнать о детях, которые с Кубани, с Дона участвовали в Великой Отечественной войне. Каждый посетитель открывает свое видение детских судеб, главное из которых то, что статус сына полка помог многим из детей воинов выжить. Ведь найденных случайно детей невозможно было переправить через линию фронта в тыл. Так они и проживали свое детство, попутно совершая подвиг самой своей жизнью. Глядя на эти пожелтевшие снимки и медаль за отвагу, современные ровесники юных воинов делают свои значительные открытия. Это то время, в котором можно было обойтись. То есть если бы не оно, появилось бы побольше новых изобретений, не погибло бы столько много людей, то было бы без войны гораздо лучше. Само время детства это должно быть веселье, радостью. Здесь есть подлинные рисунки девочки 13 лет, Жени Рудыкиной, которая рисовала руины нашего города, руины своей школы, руины своего дома. Ну, то, чего не должны рисовать дети. Словом, выставка «Ростом с винтовку» о той истории детства, которой невозможно было избежать тогда, в 40-х. И для тех, кто хочет прочитать еще одну страницу истории о военном поколении. Скоро экспозиция пополнится еще одним разделом – интерактивной зоной с подлинной классной доской и цветными мелками для рисунков о мирном детстве. Татьяна Крючкова, Роман Миколенко, Вести 34.